Здоровья, ведьмур! Елизавета Ивановна! Каза невыгодная! Откройте! Пят, что ли? Неужели нет никого? Да вот, что дверь не разломал. Странно, и куда вы, старухи, уйти? Самое главное, зачем было время назначать? Сама же ведьма час назначила. А у меня клюк. Ну ладно, надо идти. Стой! Дверь-то отставилки из ведера. Ну? Значит, она не на замке, а на крючке. Слышите, как брякает? Ну, как же вы не понимаете, чтобы забереться на запор изнутри, ведь надо быть дома. Понимаете? В самом деле. А какого же чувства обсуждать? Давайте спустимся вниз, к дворнику. Пусть он их разбудит. Ну, дело. Оставайтесь вы здесь, а я сбегаю. Почему оставаться? А мало ли что. Пожалуй. Тут очевидно что-то не так. «Упрость» А сейчас — «Упрость» Однако, чёрт! Однако, чёрт! Субтитры создавал DimaTorzok Тут очевидно что-то не так. Глупо показалось стоять. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Отвори! Жив, аль нет? И всё-то он дрыхнет! Отвори что-ли, одиннадцатый час! А может, и голомония. А крюком тоже запишся! Замого его что-ли унесут? Отвори голова! Просни! Повестка из конторы. Из какой конторы? Полицию, значит, зовут в контору. Известно, какая контора. Зачем? А мне почем знать. Требует и и... Никак совсем разболелся. Так не ходи, коль болен. Не сгорит. Что это у тебя в руке-то? Не ж Лохмотьев каких набрал и спит с ними ровно с кладом. Нет, я пойду. Сейчас пойду. Фура! Вы присели пока, что за вами? Изданка. Извините. Чего тебе? Обратитесь к письмоводителю. Подождите. Подождите. Что такое? Почему стал двери? Выводите порядок! Что это такое? Понимаете? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Какие деньги? Все студенты. Ну. А в котором часу вам приходить написано, милоция государя? Мне принесли всего четверть часа назад. Итого довольно, что я больной в лихорадки пришел. Не бойся кричать! Я не кричу, а говорю весьма ровно. Не грубиянец! Вы в присутствии! Вы в присутствии! Не только кричите, но и папиросу курите. Стало быть, всем нам манкируете. Это, простите, не ваше дело. Видишь, какой вылетел сокол ясный. Судька, лучше подать отзыв по вашему делу. Делек не платите. Я, Петрович, а ты, чертова кукла, блудня старая, что у тебя произошло прошлой ночью? Опять позор? Дебош на всю улицу! В смирительную мечтаешь! И я, Петрович. Никакой шумидрак, господин капитал, никакой. Он пришел пьяный, еще три бутилка требовал. Ногами на фото пьяно играл и кричал. Я на вас все газеты сатирки вдруг буду. Ну, а я что тебе говорил? Я что тебе говорил? Вот они каковы. Сочинители, литераторы, студенты, глашатые. Тьфу! А ты пошла, я сам к тебе загляну. Тогда берегись! Опять гром, молния, смерч, ураган. Опять закипел, еще с лестницы слышал. Да вот господин сочинитель, то бишь студент, бывший, то есть, денег не платит, лекселина давал, квартиру не очищает, а сами изволили войти в претензии, что я при них папироску закурил. Вот они в самом своем привлекательном виде. Бедность не порог, дружище. Ну да что уж, известно, порох не мог обиды снести. Вы, наверное, сами на него обиделись и не удержались. Но порох вскипел, вспылил, сгорел, и в результате одно золото сердца. Его и в полку так звали, поручик Пороха. И какой еще полк был? Да помилуйте, капитан. Я готов принести извинения, если в чем со своей стороны монкировал. Я бедный и больной студент. Но я получу деньги, у меня мать, сестра, мне пришлют, и я заплачу. Все эти подробности до нас не касаются... Уж ты жестоко, жестоко. Это что писать? Да вот по этому образцу. Я такой-то и такой-то подтверждаю правильность заемного письма и заявляю. А что дальше, ясно. Быть не может. Обоих отпустят. Все противовечит. Но зачем им дворник позвать, если бы это их дело? На себя доносить, что ли? А ли для хитрости? Нет, уж было бы слишком хитро. Одного из них видели возле самых ворот. Оба дворника и вещанка, как он входил. А второй, этот Кох, прежде чем к старухе идти, внизу у серебрянника полчаса сидел. Ну, позвольте, как же такое противоречие? Сами уверяют, что дверь была заперта. А через три минуты, когда с дворником поднялись, выходит, что оперта. В том-то и штука. Убийца там сидел и заперся на запор. И непременно бы его там накрыли, если бы Кох не сдурил и не отправился сам. Он именно в этот промежуток и успел мимо их прошмыгнуть как-нибудь. Кох хочет русской молебеном служить. Если бы говорит, что я там остался, он бы выскочил и меня зарубил подопором. Что с вами? Вы больны? Да, голова. Говорите, что еще? Подпишись. А убийцу так никто видел? Да где убийцу? Дом Ноев, Ковчег. Дело ясное. Нет, дело совершенно не ясное. Дело совершенно не ясное. Тихо. 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 А вчера со двора выходили? Находил. Больной? Больной. А куда, позвольте спросить? По улице. Коротко и ясно. Он же еле дышит. Ничего. Ну-с, хорошо. Мы вас не задерживаем. КОНЕЦ Звук, прайм. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Продолжение следует...